Это очередной выпуск подкаста «Звукозануды» с Александром Перфильевым, невероятным звукорежиссером, инженером и режиссером кино. Он работал с Ёлкой, Сума Турман, Семеном Слепаковым и Элл Ваном. У него есть своя мастеринг-студия, он расскажет о ней в подкасте и о подходе к мастерингу. Он проехал весь мир как концертный звукорежиссер с Ёлкой, и у него огромный практический опыт. Он суперски разбирается в микрофонах и расскажет про свой парк. И в последнее время он погрузился даже в режиссуру кино. Это уникальный специалист. Этот выпуск немного экспериментальный, его ведет прекрасный звукорежиссер и управляющая студией Voices Даша Юстов. А не я, так что не пугаемся, меня в кадре не так уж и много. Желаю вам приятного просмотра, погнали смотреть. В общем-то я хотела начать разговор с того, со своих воспоминаний, с воспоминаний о первой встрече. Первый раз мы с тобой встретились на концерте Ёлки в Крокусе. Вот. Ну как, я с тобой встретилась, ты меня еще не знал. Вот. Я стояла со своей подружкой на первом ряду, слушала Ёлку и знала о том, что этот концерт рулит Александр Перфилев. Вот. Я тогда только поступила в институт звукового дизайна. Училась там где-то месяца три или четыре. И потом получилось так, что у нас практика проходила на студии Мейджор, и мы с тобой познакомились уже на студии Мейджор. Вот. И меня всегда поражало твое многообразие знаний в разных аспектах звукорежиссуре. И в студийной звукорежиссуре, как по записи, так по сведению. Просто сколько ты всего знаешь про микрофоны, про приборы, концертная звукорежиссура, мастеринг, с недавнего времени еще и режиссура в кино. Просто я тобой восхищаюсь. Сейчас я должен был покраснеть сильно, да? Вот. И, не знаю, мне всегда нравились наши встречи с тобой на Мейджоре. И как ты рассказывал про микрофоны, про свой микрофонный парк? У тебя до сих пор остался твой большой микрофонный парк? Да, я только два микрофона продал, да. Да, какие? Не в Атона 49-й, просто потому что у меня 59-х много. Мне было очень жалко. Это одни из лучших микрофонов, которые у меня есть в парке. Но я решил, что, наверное, человеку они нужнее. И купил Илюха Труханов, гитарист такой есть. У меня же хороший фингерстайл-гитарист. И он очень давно искал какой-то свой звук собственный. Я ему давал их на тест. Ему дико понравились. У него до этого были аудиотехники. Он их как раз продал благополучно. И вот у него сейчас основные 49-ые. Вот их я продал, а все остальное на месте. Я этим гораздо реже сейчас пользуюсь. Но продать жалко. А какой у тебя сейчас парк микрофонов? Что у тебя есть? Так тяжело будет вспомнить сразу, что у меня есть. У меня их, не знаю, штук 30. Есть 59-ых. Во-первых, у меня большая коллекция достаточно. Есть кардиоидные. Их, наверное, штук 6 или 8. Есть широкие кардиоиды. Которые 59W. Их 4. Из них одна пара уникальная. Это потом, когда выяснилось. Сейчас они вроде как делают их, ну, по крайней мере, могут делать их как вторую версию. Но получились они случайно. Я ездил даже специально к ним на завод. Они делали замеры. Потому что они отличаются по звуку. Они гораздо ближе к кругам тембральным, нежели к кардиоидам. Соответственно, когда ты ставишь на оркестре, они гораздо лучше склеиваются с кружками. Потому что тембральные это практически то же самое. Но все-таки у них направленность более выраженная. И вот на рояде, в частности, они звучат абсолютно шикарно. У них низ феноменальный. Потом, когда выяснилось, я привозил на завод. Это были вообще первые их широкие кардиоиды. И это была ошибка. То есть эта пара, это ошибочная пара. Конечно, когда выбирали сверло, там допустили на какой-то микрон ошибку. И он чуть больше круг, чем широкий кардиоид. То есть это все-таки широкий кардиоид. Но вот он чуть более похож на круг. Тембральный реально похож на шопс аналогичный. Ну, только по пузате. В принципе, у него то, на все пузате, чем у шопса. Вот есть такая вот уникальная пара. Там даже, собственно говоря, чем я их отличаю, там нарисован значок кардиоиды на нем. Написано 59W. Ну, потому что это были прототипы. Я их тогда и забрал. Была большая запись оркестра в ММДМ. И я попросил ребят, сможет ли вы сделать за короткий срок такой-то парк микрофонов. Они сделали. Есть 59-е круги. Есть 59-е круги с поднятым верхом. У них есть такая тоже опция. Что еще есть? Есть Гёфели. 4 или 6 штук старые. С переделанной электроникой. Там есть и кардиоиды, которые с металлическими мембранами. Вот. Что еще есть? А есть тоже Неватоны 440-е. Есть Неватон стерео один. Есть аудиотехники ленточные. Разнообразные. Есть ленточные же Silvia Classics. Ты, наверное, его видел, этот микрофон. SC5C называется он. Раньше у Телефункина была такая модель. RM5 называлась. Это дядечка делал специально для Телефункина ОМ. Не выпускаясь под брендом Телефункина. На самом деле это Silvia. Потом, к сожалению, умер. Компания прекратила свое существование. Я на eBay долго-долго искал этот микрофон, потому что его вообще в России ни у кого не было. И, короче, я его купил за какие-то просто смешные деньги. Потому что, видимо, человек, который его продавал, не в курсе был, что он продает. Я помню, ты говорил, что там лабиринтная какая-то система. Да, да, да. Там лабиринт для того, чтобы сделать этот микрофон не восьмеркой, а суперкордиоидным. Собственно, из-за этого он отличается от эмбральной от всех ленточных микрофонов. Он из-за этого звучит гораздо ярче. Поэтому под рок-музыку, например, он шикарный абсолютно, потому что у него презенс очень выраженный. И, соответственно, вокал всегда читается в миксе. А при этом суперверх такой мягенький. То есть тебе вот эти эски все не вываливаются из него. Классный микрофон. Есть много байеров. Байеры 201-й несколько. Есть 160-й и так далее. Есть всякие шуры 57-й. Всяких разных поколений. Ну, конечно, донутов много. Я так сейчас все сразу... А вот эти вот с прямоугольной мембраной остались у тебя, да? Аудиотехники, да? С прямоугольной мембраной? Нет, это я брал на тест. Как он там? 50-40, по-моему, из-за вас модель. Да, 50-40, 50-40-7. 50-40-50-47, да. Один с трансформатором, другой без трансформатора. Нет, эти микрофоны не остались. Ну, это было очень дорого. Несмотря на то, что мне скидку большую предлагали, но все равно слишком дорого. И они не такие уж универсальные. Да, я поняла. Это лично для меня, потому что у них из-за формы капсуля очень своеобразный офаксис. То есть, когда ты записываешь состав, где у тебя есть проникновение, оно красит не очень приятно, прямо скажем. И когда ты пишешь, допустим, вокалиста рядом со стеклом, тоже такая же история. Он начинает хорусить немножко неприятно. Да, да, да. Хотя сам по себе он классный, но у него есть определенные ограничения в использовании. Ну и плюс цена. Цена главная была причина, почему мы его не взяли. Ну и плюс у нас же, мы же с Игорем Бардашевым делали свои микрофоны. Как бы и там тоже были, собственно, прямоугольные мембраны. То есть, идеология была схожая. Собственно, мембраны были компанией Pearl. И микрофон такой у меня тоже есть, перловский. Микрофоны очень уникальны. У них реально очень нейтральный звук. Практически нет подъема поверху, в отличие от всех конденсаторных микрофонов. И вот мы пытались сделать. Собственно, сделали четыре модели. На этом все. У вас же есть еще своя компания, ну, кастомная компания по производству оборудования. Ну, есть. Но это когда к нам обращается кто-то, типа, сделайте нам что-то, чего не существует в природе. Как бы, да, мы с удовольствием это делаем. Заказов таких не очень много, но они, тем не менее, существуют. Всякие разные комбайнеры, там, преампы для духовиков, где у тебя там есть посылы возврата на педали, с педали и так далее, которые можно все включать, выключать. Ну, в общем, много всякой такой помелочи штуки. Ну, делаем, да. Прикольно. И часто использовал вот этот парк микрофонов и на записях, и на концертной практике, да? Ну, скажем так, в концертах это немножко проблемно все-таки бывает, потому что увезти с собой... Ну, когда-то в постоянном составе как бы ладно, куда-то там загрузил, какой-то кейс катается. Да, у нас был определенный парк микрофонов, в том числе и мои, которые я до сих пор даже не забрал. Вот. Они катались, да. Ну, часть микрофонов была просто в райдере стояла. Ну, потому что это было невыгодно, нерентабельно. Они иногда погибают в гастролях, к сожалению. Вот DPA, в частности, у нас две головы, собственно, и умерло так. Потому что DPA — это электрон, электретные капсули. Видимо, из-за перепада температуры случился конденсат, конденсат выпал на мембрану, поляризация упала. Вот, всё. Царство небесное. Понятно. Поэтому в какой-то момент мы стали взять чуть меньше микрофонов. Своих и больше. Да. Ну, а потом я с концертной деятельностью завязал, поэтому сейчас это не так важно. Слушай, расскажи, пожалуйста, вообще про свой путь. Я знаю, что у тебя есть интервью в журнале «Шоумастер», я его прочитала. Расскажи свой путь, ну, вкратце, свой путь, скажем так, в музыке, в звукорежиссуре, о том, как ты учился на гитариста. Да. Короче, да, изначально я музыкант, и образование у меня музыкальное. Учился я в Саратовском музыкальном училище. Сейчас, по-моему, называется Саратовское областное училище или колледж искусства, что-то такое. На гитариста, да. Потом учился в Гнесинке, тоже на гитариста. Но еще в Саратове у меня была маленькая студия. Это, кстати, тоже смешная история. По-моему, в 99-м году я сделал, ну, домашняя студия, там, абсолютно, из того, что было. Тогда только стали появляться компьютеры какие-то, да, на которых что-то можно было делать. У меня был маленький пульт Behringer, в котором я сводил, но еще стоило узнать, что такое сведение. Потому что на тот момент времени у меня не было никаких записей, как у музыканта, я не был на нормальных студиях. И пришел у меня когда-то даже один клиент, говорит, вот мы хотим записать. Ну, получается, я там был больше как аранжировщик, аранжировали, все записали, там, вокал, и он потом говорит, а теперь нужно свести. Я такой, здрасте, а что это? Вы мне не подскажете? Ну, и мы сводили просто, вот у меня был пульт, как-то там баланс накрутил, какой-то там ревербератор один нашел, и все это в ленту. Потому что других вариантов тогда как бы еще не было. А какая лента была? Я уже сейчас не вспомню. Какой-то Тоскановский был. Вот, нет, Техникс был Техникс. А лента сама была басов. Тогда других особо выборов-то тяжело было что-то найти. Вот, и уже потом, там, не знаю, курс на втором, по-моему, в конце второго курса мы попали сначала в Москву записывать свой альбом, потом в какой-то момент мы поехали в Питер на добролет, тогда я, ну, как бы, лучше как раз познакомился со звукорежиссурой. Вот, а так как я из детства сильно увлекался техникой, технической частью, как бы это казалось очень интересным. А году эдак в 2000, по-моему, четвертом или пятом, как-то я для себя решил, что, наверное... А, ну, какое-то время я работал сессионным гитаристом, работал в гастролях. Я понял, что гастроли — это не моя тема, не хочу выступать, кататься, вот это вот все, это все неинтересно. Да, ирония судьбы. Потом я обратно туда вернулся, но я об этом туда еще не знал. Вот. Завязался с этой порочной практикой и ушел на студию, собственно говоря. К тому моменту у меня уже приходили какие-то клиенты, в основном друзья, конечно, музыканты, и пошло-поехало, да. Так встал звукорежиссером в тот момент. Ты еще работал в студии при «Гитисе», да? Да, да, «Крем». Ну, я там, во-первых, учился, там, собственно, преподавал Саша Цеплохин, но он и сейчас, по-моему, преподает. Вот. Я туда ходил на курсы, потому что, конечно, было интересно понять, как это все работает на… ну, в реальности, в реальной жизни. В Москве. В принципе, оказалось, что так же, как и везде, но, тем не менее, познакомиться с этим надо было. А эта студия, это там, где, ну, прямо на территории «Гитиса», там, где «Винтаж» был тоже? Да, это эта же студия. А, она просто называлась «Крем». Она сначала «Крем» называлась, да. Это был лейбл, и у них была при лейбле студия, потом это стало «Винтажом», потом это перестало быть чем-либо. А теперь это учебная студия «Гитиса», я просто в этом году закончила «Гитис». А, ну, наверное. Там студенты записывают свои проекты, но, к сожалению, студия, ну, как, я думаю, что там ремонта не было с того времени, поэтому она немножечко такая подуставшая. Подушателая? Да. Ну, это, наверное, логично. Ну, тем не менее, у студентов есть какая-то студия. Да, конечно, конечно. Ну, вот, собственно, много лет проработал я как студийный звукорежиссер, а потом в какой-то момент меня позвали, меня заставили начать работу концерта над звукорежиссером. Ну, так как это был вызов, по сути, я согласился. И, в общем-то, не жалею, потому что с точки зрения практики, опыта и вообще жизни это было реально интересно. И, допустим, когда мы работали с Ёлкой, проработал я, по-моему, 8 или 9 лет, все-таки это было как семейная работа, да, у нас весь коллектив были реально друзья, мы по-сей день дружим. Это было все приятно, в том числе в человеческом плане. И с практической точки зрения тоже было очень интересно, ибо все хотели какого-то развития. То есть мы не просто так занимались концертной деятельностью у поп-артистов, да, то есть не писали просто под какую-то дудку, а пытались что-то придумать, что-то новое, как-то придумать, как это реализовать технически и так далее. Поэтому был такой большой хороший этап развития. Ну, а потом случилось с режиссурой, да. Как это произошло? В каком году? Пандемия. На каждого по-разному это сказалось, да. На самом деле мечта была давно. То есть у меня давно хотелось окунуться в мир кино. Мы даже с женой в какие-то моменты времени писали какие-то сценарии. Но было очень страшно, потому что нет образования, нет вообще понимания того, как это работает. Как оказалось, в принципе, это похоже на музыку. Ну, имеется в виду с точки зрения внутрянки. Похоже. Технически по-другому, да, но внутрянки похоже. То есть, скажем так, музыкальный продакшн от режиссуры отличается по подходу мало чем. Ну, весь так совсем, грубо сказать. Там просто очень много водных, наверное, и больше людей задействовано. Больше людей, гораздо больше цехов, больше ответственности. Да, но это другой же разговор, да. То есть если съемка какого-то большого проекта, то под тобой как бы находятся, возможно, сотни людей, да, под твоим управлением. Это немножко другая история. Но как бы суть с чем-то схожая. А за звук ты там отвечаешь? Нет, слава богу, не отвечаю. Хотя был тоже неприятный в этом смысле экспирит. Сначала закончил по тому, как я туда пришел. Вот. И, значит, случилась пандемия. Я подумал, блин, как бы вот я давно мечтал. Надо хотя бы изучить этот вопрос. Может быть, получится как-то вот пока есть время получить какое-то там образование, самообразование пускай. Ну, надо попробовать. Придумал себе какой-то план. Написал, что я хочу получить в конце этого пути. Ну, там, грубо говоря, этот путь разделил на несколько частей. Типа вот на первом этапе, там, на втором этапе, на третьем этапе и так далее. Последний этап на тот момент времени, по крайней мере, была съемка игрового клипа хотя бы, что мы и сделали. Но до него нужно было дойти. Путь этот был достаточно сложный все-таки. Света пути. Он был не первый. Ну, в общем, да. Вот. Начали снимать какие-то тоже подкасты, хренокасты, вот это вот все. Какие-то там про микрофоны, всякое такое. Это все были попытки посмотреть, как это устроено. Конечно же, это было все смешно, робко и так далее. Мы снимали какие-то лайвы тогда тоже. Да. Многие из которых даже никто не знает, что это мы снимали. Но при этом там миллионы просмотров. Но окей, это не важно. Да, в какой-то момент я понял, что без съемки я больше не могу. Это, знаешь, это как люди в прокате. То есть, если человек приходит в прокат, у него два пути. Или прокат его выплевывает, он больше этим заниматься никогда в жизни не будет. Или он там на всю жизнь остался, все, беда. Вот то же самое со съемочной площадкой. У тебя два варианта. Или она тебя выплюнет сразу же. Или она тебя так втянет, что ты оттуда больше никогда в жизни не уйдешь. Вот мой второй случай, да. Это очень тяжело и физически, и морально. Но она тянет. То есть, когда я долго не снимаю, очень дискомфортно. Это стиль жизни же, да? Ну да, да. Это твоя жизнь, в общем-то. Это одна из основных ее частей. Вот. И ну так получилось, что к этому моменту мы уже сняли какое-то количество клипов. И концертов, всякого прочего. Ну, надеемся, будем двигаться дальше. Разумеется, так как мы все-таки не зеленые юнцы, мы не можем снимать как бы, ну типа абы как, да. Нужно сразу снимать хорошо, иначе у тебя нет возможности в дальнейшем как-то получать работу какую-то, да. Соответственно, может быть, хотелось бы больше, чаще снимать, но все упирается в бюджет пока. Но тем не менее, мы работаем дальше. И проекты есть. Да, 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 есть. Сейчас работаем, наверное, несколькими. Здорово. Так про звук-то расскажи. У тебя есть друзья, которые или не друзья? А, про звук-то имеешь в виду в кино? В кино, да. Ну, у меня был такой не очень приятный экспириенс для меня лично, потому что я с таким никогда не сталкивался. Значит, мы сняли один клип для тульского коллектива Эхос and Signals. Там в конце, то есть он как бы клип-клип, а в конце идут долгие титры. Это с точки зрения смысла нужно было, потому что там финальная точка, как бы она открывает, дооткрывает смысл сюжета. Вот. И там нужна была музыка под титры. Нам написала Ольга Ильина эту музыку, и, короче, нужно было мне ее записать, потому что бюджет был очень маленький, и это, по сути, была моя собственная инициатива, но это никто денег не давал, поэтому мы сделали это все за свои собственные деньги. Приехали на Мосфильм, поставили партитуру, и тут я осознал, что я не понимаю, что я хочу с точки зрения звука, потому что у меня есть какая-то задача с точки зрения, как этот звук должен работать в изображении, но как это делать технически, как звукорежиссера, я не понял. То есть это вот впервые, когда ты с другой стороны находишься, непонятно. И с этим же клипом была такая же ситуация. Мы готовили его под фестивали, нужен был сурраунд, там есть саунд-дизайн, достаточно большое количество Дима Погосов делал. И нужно было это все свести. И я тоже открыл и понимаю, что я ничего не понимаю. То есть у меня есть понимание того, как это должно быть как финальный результат, но как это делать технически, не понимаю, потому что ты по-другому смотришь на эти вещи. И, собственно, это был первый и последний экспириенс такой. И с тех пор все-таки, наверное, лучше брать других людей, которые это умеют делать, а я буду как режиссер это оценивать. Ну, классно. Классно, что ты... Ну, получается, ты объясняешь задачу, и ты уже понимаешь из-за того, что у тебя есть ползвукорежиссер. Ты понимаешь, кого ты пригласишь. Да, если я буду снимать когда-нибудь полный метр, я сочувствую звукорежиссеру. Наверное, я его замучаю. Справками? Да нет, ну не с правками. Типа я хочу вот так, а не как иначе. Не, на самом деле, тут определенные плюсы есть, конечно же, потому что, ну, так или иначе, получается, что до прихода в кино я поработал в разных цехах, и в том числе же и для кино делал звук, и музыку, и просто. И есть понимание того, как все эти цеха работают. И вот сейчас мы про один проект разговариваем, и, например, там есть возможность подумать о декорации, как это будет звучать в декорации. Всем же плевать обычно. Вот, а вообще это как бы важный момент. Интересно. И как ты думаешь решать этот вопрос? Ну, с декораторами будем делать файш-потолки, куда будем ставить какое-то поглощение и так далее. Про звук я имею в виду на площадке тоже выбираешь звукорежиссеров. Да, их не очень много. Да, выбираю. Ну, опять же, повторяюсь, пока я не снимал какое-то чего-то большого реально, мы пока про короткую форму говорим, и поэтому такого огромного лучшего опыта нет. Ну, надеюсь, когда этот момент настанет, как бы, списочек у меня есть, да, для людей, которые это делают правда хорошо. Классно, здорово. Слушай, я ещё хотела поговорить с тобой про проекты музыкальные, с которыми ты работал. В интервью шоумастеру ты очень классно рассказал о том, что в концертной практике вы пытались сохранить звучание такое, которое вы делали на записи и на сведении непосредственно. Это очень похоже на западный стиль. Получалось? Получалось, да. Получалось. Но на самом деле, ввиду того, что ты же понимаешь, в чём разница между Западом и Россией. На Западе как бы люди подписаны, то есть они подписывают контракт на какой-то тур. Соответственно, у них там тур заканчивается, состав может потом поменяться и так далее. То есть это немножко по-другому работает у нас. У нас в основном артист, грубо говоря, выкупает себе состав, и он перманентно работает с артистом. Тут есть и плюсы, и минусы. Минусы заключаются в том, что, конечно же, вы друг другу, наверное, надоедаете рано или поздно, нет какой-то текучести, нет возможности для музыкантов развиваться быстрее, потому что когда есть, грубо говоря, хотя бы даже пять крупных составов, есть какая-то текучка между ними, музыкантов, то есть возможность быстрее развиваться. У нас такого нет, к сожалению. Зато есть другое. Ты можешь думать о том, как это будет звучать и на студии, и на концерте, до того, как ты сделал эту песню. То есть можно же сделать ее и на студии так, что ты будешь понимать, как ты будешь это использовать на концерте. Вау. Некоторые такие вещи мы делали, да. Какой был самый большой состав, который ты рулил на концерте? Не знаю, большой симфонический, наверное, с живым составом, не знаю, ну человек сто, наверное. Но это была такая же история предпродюсированная, или ты просто как приглашенный звукорежиссер? Нет, я как приглашенный, да. Именно как приглашенный, я даже более того материала особо не знал. Ну, то есть я его узнал за три дня, а партитуру дали, как бы я изучал этот материал, а так до этого не видел, да. Здорово. А с какой тебе музыкой больше всего нравилось работать, когда ты был студийным звукорежиссером? На студии? Да. Ну, я пока все-таки еще остаюсь иногда студийным звукорежиссером. Есть. Да, любая, на самом деле, неважно. Главное, чтобы это было хорошо сыграно, и главное, чтобы она была хорошая, интересная. То есть в данный момент, грубо говоря, я имею возможность мордой воротить и говорить, что вот это я хочу делать, а вот это вот я не хочу делать. Ну, наверное, мне везет. Все-таки большая часть артистов, которые ко мне приходят, это то, что мне нравится. Или друзья, бывает тоже. Хотя бы один-два человека из состава. Ну, также долго работали, например, с Rainy Days, с питерским лейблом, теперь израильским, с которым мы сделали достаточно большое количество джазовых проектов, очень интересных. Там реально классный состав был. Они также выписывали сюда ребят из-за рубежа, из Англии, из Америки. Это был интересный экспириенс, правда. Да, я бывала пару раз на студии, когда вы работали с этой музыкой. Еще прикольная история была. Ну, вы рассказывали про то, что делаете винил, и тоже ты сразу на сведении уже понимал, как делать для винила. То есть некоторые альбомы были сразу же с прицелом на то, что это будет винил. Сразу же. И тут, кстати, надо отдать должное компании Ultra, потому что мы последние... До этого мы изначально печатали в Германии, нашли там один завод, который реально классно печатал. Тут вопрос в чем? Что такое классно? Это когда ты отдал мастера, он звучит так же на виниле. Обычно это не так. Обычно ты отдал мастера, и там звучит все, что угодно, но только не твой мастер. Вот. А потом появились проблемы с логистикой, то, что нужно было кучу этого винила как-то довести, растаможить. Ну, конечно, это целый квест. А потом обратно отсылать, ну, это сложно было. Ребята пришли к выводу попробовать Ultra. Начали делать на Ultra, и там такая же история. То есть ты отдаешь мастер, и он звучит так же. То есть если ты сделал все хорошо, как бы никаких изменений не будет. Винил звучит правда хорошо у них. Вот. Может быть, у них там печать, не то чтобы не идеальная, она, наверное, хорошая, просто меньше опции, чем на Западе. Ну, выбирай другую там контору, которая тебе будет печатать, и вперед печатай на здоровье. Прикольно. Слушай, у меня есть тогда вопрос по поводу винила, раз уж тут. Вот, например, я хочу записать альбом артисту, который в прицел пойдет на винил. Есть ли какие-то специальные... Ну, в смысле, о чем нужно подумать на записи, о чем нужно подумать на сведении, и какие прицелы... Ну, что меняется, если ты знаешь, что идет... Потом пойдет альбом в винил, или если это будет обычный релиз. В чем вот принципиальная разница на всех этапах? Ну, тут же надо понимать, как бы, что будет основным, основной площадкой для продажи. То есть если будет винил, как основной формат, да, это одно. То есть тебе нужно сразу же все-таки, наверное, делать прицел туда. Если все-таки основной это платформы какие-то, а винил как бонус, ну, это немножко другое. Но если мы берем все-таки винил, допустим, как идеальный формат, что... Просто есть... У меня были случаи, когда мы записывали альбом, который выпускался только на виниле, и больше ни на чем. Ну, были такие, бывают такие ребята. Ну, типа, им выгоднее это финансовое, и так далее, потому что там какую-то цену могут поставить, да, это как-то продается. Потому что на платформе ты не зарабатываешь и ровно что-то ничего. Вот. И о чем нужно думать? Во-первых, аранжировочно нужно думать о низе. У тебя не должен быть стерео-низ. То есть это нужно как бы всегда помнить. Стерео-низ равно плохо. Противофазы. Их не должно быть. Особенно низ и нижняя середина. Динамика. Должна быть динамика обязательно в материале. Если нет динамики, винил работать не будет правильно. И себе-ленс. То есть у тебя должно быть все, ну, относительно мягко. То есть никакие там жесткие эски особо не подойдут. То есть современный поп-продакшн, как бы он мимо. На самом деле. Сейчас делают в общем все очень яркое. Для винила это не совсем подходящая история. У меня даже были случаи, когда люди вставили там типа виниловую пластинку и говорят, что вот, смотри, вот типа вот тут из-за того, что это винил, это звучит круто. А типа в цифре это звучит плохо. Ребята, не по этой причине. Потому что мастер для винила другой. То есть если ты этот же мастер возьмешь, послушав цифр, он также будет классно звучать на самом деле. гораздо лучше, чем тот, который вы слышите на платформах. Прикольно. Спасибо большое. Раз уж мы затронули тему мастеринга, у тебя есть мастеринг-студия. Я тоже одно время, долгое время делала мастеринг у тебя, потому что я придерживалась такой истории, что я хочу отдавать свои треки, которые сводила звукорежиссеру, намного опытнее, которые более разбираются в мастеринге. Расскажешь что-нибудь про мастеринг? А что именно? Ну вы мне хоть что-нибудь спросите, а что мне сказать? Как называется? Много ли проектов? Часто ли к тебе обращаются? Как к тебе обратиться? Обратиться ко мне просто можно написать или в группе, там в ВК, например, есть, в телеге можно написать. В общем, пожалуйста, я все-таки открыт. Нет, мастеринг — это одна из основных, наверное, сейчас, один из основных видов деятельности с точки зрения именно финансов. То есть мастеринг проектов много. То есть в месяц это может быть там, ну не знаю, сотни треков. Студия называется «Соник Маниэкс». Мастеринг. В шоу-мастере, в этом интервью, ты прикольно рассказал о том, что сначала ты занимался только сведением и отдавал свои проекты на мастеринг тоже другим инженерам, а потом в какой-то момент решил заняться мастерингом. Как это случилось? Ты знаешь, как бы мастеринг — это правда такая немножко непонятная штука для многих. То есть что такое мастеринг? Что это просто поднять громкость или что это такое? На самом деле мастеринг — это ОТК. То есть по большому счету в тот момент времени, когда у тебя какой-то есть огромный слуховой багаж, и ты можешь при первом прослушивании услышать проблемы в миксе, это, по сути, есть мастеринг. То есть мастеринг — это уши человека, опытного, который может понять, что так или не так в этом миксе, что можно исправить с самыми или добавить с самыми минимальными средствами для того, чтобы этот трек раскрылся, заиграл новыми красками, да, чтобы он стал лучше, там, повернуть немножечко. То есть это такая финальная стадия, где человек по большому счету тупо за счет опыта принимает решение, как это должно звучать в финале. Да, на самом деле правильно, чтобы человек, который сводит, не мастерил. Зачастую это правильно, потому что ты предзамыли, особенно если ты что записывал до этого. То есть ты это записывал, потом сводил, у тебя там, не знаю, два месяца работы над этим материалом, что ты можешь смастерить. То есть ты включишь для тебя, он уже играет, ну, сегодня так, завтра так уже, ну, ты не понимаешь, что это такое. Да. В этом смысле мастеринг-инженер, конечно, он как финального ДК, штука нужная. Даже если там ничего делать не нужно. Но там достаточно просто послушать, что ты узнал от мастеринга-инженера, что все окей, он просто поднимет громкость, на этом все закончится, например. Ну, как бы вот. А как устроена ваша мастеринг-студия вообще? Какой мониторинг, оцифровщики? Оцифровщики, значит, одна из карт — это RME, она является, по сути, хабом для цифровых интерфейсов. Цифровые интерфейсы — это Benchmark и MyTech. Мониторинг на данный момент времени — это Bivni. А сейчас решаем, как будет дальше, потому что сейчас решаем на тему переезда и что-то свое делать. Ну, не знаю, пока так, а потом будем дальше решать. Собственно, вот. Все оборудование, по сути, последовательно включено, никаких мастеринга-консолей нет, потому что я считаю, что это не совсем нужная вещь. У тебя что-то дополнительное, ты можешь плагинами сделать. Допустим, эквалайзер. Ну, эквалайзер, да, основные штрихи все-таки аналоговым, чаще всего. Кроме случаев, когда ты знаешь, что у тебя будет 300 реколов, и просто бесполезно это начинать даже в аналоге делать. Какие ты плагины используешь? Так. Ну, лимитеры, во-первых, они практически все, все равно аналоговые. В смысле, цифровые лимитеры, плагины. И за исключением тех случаев, когда нужно клепануть просто о цифровщиках. Бывают такие, так и стили музыки, когда это работает лучше гораздо. Вот. А во всех остальных случаях это в основном лимитеры. Лимитеры — это FireFilter Pro L, как все, я думаю, используют, Elevate. Ну, на самом деле, все, которые есть, я в той же степени все использую. Разные клиперы и так далее. Но чаще всего это Elevate и FireFilter Pro L2. А как ты выбираешь лимитер, который ты будешь использовать? Просто ты запоминаешь краску со временем. Да, вот, да. Ты просто запоминаешь, как этот лимитер красит, насколько DB он тебе позволит разогнать без потери звука, или что он тебе добавит. То есть, например, если это хип-хоп музыка, она зачастую требует какой-то краски. То есть они любят, когда оно так ну, заэлементировано. Не то чтобы громко, сколько характерно. То есть когда у тебя лимитер превращается в дополнительную как сатуратор, в дополнительную краску. Ну, там же, кстати, хорошо работают и клиперы. Наверное, это пошло еще со старых времен, да, когда клиповали, то есть лимитеров же не было, да, и клиповали просто оцифровщики. Там был Лаври Болд, он сейчас есть, конечно, который стал популярен именно из-за того, что его можно хорошо так знатно клипануть, и как бы ты при этом не получишь каких-то злобных артефактов, но при этом он сильно красит. Лаври Болд, даже когда ты ничего не клипуешь, он красит. То есть чистым оцифровщиком это вообще не назвать. Сейчас, наверное, это не всегда так работает, но как одна из красок, да. А как вот по жанрам ты можешь сказать, какие-то лимитеры чаще используешь, на каких жанрах? Вот про хип-хоп тот же самый ты начал говорить. Хип-хоп — это в основном клиппинг оцифровщика чаще всего. Также это касается рок-музыки. То есть агрессивная музыка, она скорее про клипера. Плюс дальше там возможный догон громкости может быть посредством фопильтера. Если нужно что-то чище сделать, но при этом тоже относительно агрессивно, то есть не прям совсем чисто, тебе нужно там транзиенты как-то сохранить, то элевейт. Но один лимитер никогда. То есть никогда не бывает так, чтобы это был один лимитер. Это всегда два или три, потому что каждый там по несколько децибел чего-то делает, и в итоге ты можешь какую-то громкость разогнать. Но вообще громкость зависит в первую очередь от микса, конечно, и от эквализации. А уж потом уже от лимитера. Часто приходится работать с эквализацией? Ну, в принципе, мастеринг — это эквализация в первую очередь. Вопрос, насколько она мощная, это другой разговор. А иногда бывают такие случаи, когда тебе нужно как раз компенсировать то, что тебе сделали, испортили лимитеры, и ты немножко эквалайзером потом поправляешь, чтобы это вернулось к исходному звуку. Иногда такое бывает. А ты понимаешь, например, вот тебе присылают сведения без знания о том, где это и как сводилось, в какой комнате, какая примерно могла быть комната в наушниках или в не наушниках сводилась? Ну, наушники практически всегда отличаются по стерео. А, по стерео. Очень другое стерео. То есть это просто вообще по-другому звучит. А, как шире, уже? Шире. Шире, чем должно быть, да. И в основном очень много нижней середины в краях. О-о-о. Сейчас многие адаптировались к наушникам. То есть многие присылают реально толковые миксы, классные миксы в наушниках. Ну, то есть это сейчас стало нормой, грубо говоря. Если там еще пять лет тому назад, это может быть один микс был из тысячи, да, который присылали, вот он в наушниках сделал, он сильно отличался. То сейчас это уже не так. Сейчас уже многие адаптировались, уже многие работают в наушниках. Кто-то работает в N-A-R-ах. В N-A-R-ах нет такой проблемы, например. Вот. Нет проблемы с широтой или с нижней середины? Да, со стерео. Да, со стерео. У тебя звучит адекватно стерео, так как это звучит в мониторах. А почему? В чем разница? Ну, видимо, внутриканальные из-за того, что у тебя звук находится... Сразу в голове. В голове, да, да. Ты слышишь стерео так же, как-то слышишь его в мониторах. Просто сразу тогда было интересно. Просто есть такое мнение, что проблема вот этого самого ушного мониторинга, ну, именно как мониторах для сведения в том, что нет взаимопроникновения каналов. И вот в этой связи вопрос как-то выработал. А есть оно, когда просто наушники? Тоже ж нету? Ну, так да. Но когда N-A-R-ы, оно же не появляется. Ну, короче, я к этому отношусь скептически. Мне кажется, это фигней. А ты адаптируешься к чему угодно, на самом деле. То есть уши штука такая и мозг, который может адаптироваться к любым условиям. Если ты будешь в этом в том или ином типе мониторинга работать какое-то продолжительное время, ты поймешь, как с ним работать. Вот. Просто именно наушники, ну, это для меня лично, да, это гораздо больше путь, дольше путь привыкания. И N-A-R-ы имеет путь короче. У N-A-R-ов есть другая проблема. Физическая усталость. Ты устаешь от них. Затешься, все время у тебя внутриканальные наушники, у тебя, ну, просто физически устают уши. Мне даже кажется, что вредно. Я имею в виду. Почему вредно? Ну, потому что там очень легко начать наваливать и, соответственно... Не, в N-A-R-ах ты вряд ли начнешь наваливать, честно говоря. У тебя сразу станет громко и неприятно. Не, ну, я имею в виду, там есть какой-то вот момент, когда тебе еще не больно, но как бы уже не стоит так вот. Не стоит, наверное, может. Ну, у меня есть, скажем так, три пары N-A-R-ов. Как бы я в них периодически работаю. Там по тем или иным причинам, особенно когда ты находишься в гастролях или куда-то уехал. Ну, тебе иногда нужно иметь их под рукой, да? Я скажу, что такой проблемы, я не знаю. То есть, окей, хорошо, ты можешь так же наваливать в мониторах, включить там, не знаю, какие-нибудь ATC или XG, там, на синялое бедо, влупить там громкость по полной программе. И так же оглохнуть через часочек. То есть нет такой проблемы, что уши быстрее устают там и так далее? Уши физически устают. То есть вот сам канал, он устает из-за того, что у тебя кусок пластика все время в ушах, он еще потеет. То есть, ну, есть определенные проблемы, как бы, именно физические. Поэтому я бы не советовал людям постоянно так работать. Это не очень комфортно просто. А в целом есть у этого какие-то, ну, я не знаю, смыслы там вот? Смысл именно как дополнительный мониторинг, если пользоваться, будем так говорить? Да, возможно, возможно. Во-первых, ты все-таки лучше слышишь там любые шумы и трески и всякое прочее, что присутствует практически всегда. В той или иной степени. Хотя бы даже акустически ты пишешь вокалисту, а у тебя у него связки щелкают. Это нормальная практика. Так происходит практически всегда. Это все гораздо... Ну, а во-вторых, все-таки это главная причина. Сейчас клиенты зачастую не готовы ничего ждать. То есть ты вот сделал какой-то микс, его отдал, и как бы, ну, сегодня, допустим, они молчат, завтра они молчат, а послезавтра тебе пишут. Блин, вот поправь там одну штуку и отправь прямо сейчас. Это нормальная ситуация. Поэтому компьютер с собой приходится иметь всегда под рукой. Ну, и приходилось сейчас реже. Но все же, тогда ты с собой можешь взять и там один ноутбук, грубо говоря, с ключами, да, и нейрой, и тебе отлично. Ты открыл, поправил, отдал. Ты же их уже не сводишь, у тебя все сведено уже. Для того, чтобы поправить, этого более чем достаточно. Тебе не нужно с собой колонки возить. А как же оцифровщики? Ну, во-первых, есть оцифровщики на Тандербалте, ты как бы подключился. Есть, например, Моджо, например, такой очень классный приборчик. Он как раз для усиления наушников воткнул сразу в них наушники. Прикольно. Ну, то есть они достойные там. Моджо — это крутая штука. Ну, их много на самом деле сейчас классных, реально очень классных. Слушай, если пошел разговор про мастеринг, насколько, какие самые типичные проблемы тебе приходится решать во время мастеринга? И какие тенденции? И что, ну, то есть, да, какие типичные ошибки? Что ты делаешь чаще всего? Какие вот твои движения? Могу сказать, что самая типичная ошибка, особенно если мы разговариваем про хип-хоп-музыку, так как ее больше всего сейчас, даже если это поп-музыка, она где-то около хип-хопа почти вся, это низ. Микс в основном все работают на маленьких каких-то мониторах. У меня были случаи, когда ты открываешь, ты даже в анализаторе видишь, что у тебя вот здесь как бы ровная палка, а здесь у тебя плюс 15. Вот начиная от 100 и ниже туда, как бы. Какой лимитер, извините, это не сработает вообще никак. Ну, то есть это самая главная проблема. То есть низ у многих очень-очень своеобразно звучит. Это прям, ну, прям беда, я бы сказал бы. Много таких миксов приходит с такой проблемой. Это первая беда. Вторая, наверное, знаешь, сейчас частая тенденция есть к тому, что многие переусердствуют с сатурацией. У тебя все пересатурировано звучит, это потом не поднимается по громкости и практически не мастерится, потому что у тебя до такой степени уже грязный микс, что ты не можешь с ним что-либо сделать. Любое твое телодвижение приводит к тому, что он становится еще грязней. Это не скажу, что прям бич, но проблема часто встречается. Еще одна из проблем улимитирована уже изначально. То есть до такой степени, что ты уже реально ничего не можешь сделать. Такое тоже часто бывает. Бывает опытный звук режиссера, который это делает разумно. Тебе даже подлимитированный микс какой-то приходит, это окей, тебе хватает, он до такой степени хороший, что хватает какого-то люфта еще для того, чтобы что-то сделать. Но вот пересатурация, наверное, одна из самых главных проблем. Еще и масс-процессинг. Тоже сейчас все стали им активно пользоваться. Ты открываешь, иногда ты прям слышишь, что там все перерезано, перезарезано, и там уже нет никакого тембра, ничего не осталось. Такое пластиковое, пластмассовое. Края вот такие вот просто огромные. Ну, в общем, на любителя. Но такая проблема, да. Сужать приходится часто? Приходится иногда. Ну, благо, есть сейчас всякие спектральные сужалки. Особенно классно, когда у тебя вокал бывает размазан до такой степени по стерео, что ты вообще не понимаешь, что из-за головы он тебе играет или спереди. То есть он просто мега-стерео, да. Ну, ты можешь там немножко серединочку подужать, как бы, сразу же нормальный. Понятно. Слушай, а у тебя есть команда, да, я так понимаю, на мастеринг? Команда «Я» — это «Я», да. А, только ты? Я команда, да. Да. Я хотела спросить, любимый вопрос Саши, а сколько стоит? 5000 рублей трех на данном метре у меня. Я считаю, что это очень дешево, но пока рука не поднимается поднять. Скажи, пожалуйста, бывает так, что, ну, каких-то определенные треки постоянно присылают именно тебе на мастеринг, да, и можешь ли ты, например, узнать почерк какого-то режиссера, и потом такой, мне кажется, это сводил, вот это, вот это. И это потом, например... Да, узнается. Практически всегда узнается. Ну, во-первых, есть какое-то определенное количество звукорежиссеров, которые постоянно просто присылают, да, или там, аранжировщиков, продюсеров, артистов, да, вот они там, какой-то определенный пул, которые постоянно это делают. Но, в принципе, почерк узнается, да. То есть, скажем так, тех артистов, не артистов, звукорежиссеров, которых я уже делал, скорее всего, я угадаю. Но артист обычно все-таки спрашивает у звукорежиссера, который это сводил, кому послать, и надо ли это делать. Обычно. Не всегда. Я вот долгое время отправляла на мастеринг Саши. И буду, я думаю, тоже отправлять. Потому что всегда было все супер. Вот. Спасибо. Слушай, я еще хотела поговорить про группу Underground. Мне очень нравится то, что делает Андрей, и вообще его музыка. Я видела, что ты делаешь давно с ними альбомы. Первый в каком году был? О, я не помню. Ну, это вот 17-18, наверное, год. Надо открыть дискографию, посмотреть. Наверное, да. Ну, вот эта обложечка, по-моему, где Underground. Черная, да, черная обложка, которая одноименная, да. Вот. И в то время то ли у меня была куча работы, то ли еще что-то. В общем, я всегда откладывала прослушивание этого альбома, откладывала, откладывала. А потом я случайно попала на концерт, пошла с друзьями в 16 тонн на группу Underground, зная, что это классные чуваки. Мне хотелось послушать, я не знала ни одной песни, и они настолько меня заворожили на концерте. Просто невероятно. Я не знала песни, но я танцевала под каждую практически. И после этого я взахлеб послушала первый альбом эпишки все. Ну, в общем, я все послушала, что у них было. И я понимаю, что у них такая же история с тем, что как звучит в альбоме, так и звучит на концерте чаще всего. Да, но энергетически по-другому воспринимается. Концерты не знаю. Я рулил один концерт, и просили на замену. И это было реально круто. То есть, грубо говоря, их давно знаем, мы давно работаем, а вот на концерте я впервые увидел, и я был под очень положительным впечатлением. Они реально крутые. То есть они энергетически как-то так тащат, ну, или Андрюха, не знаю, или все вместе. Короче, не знаю, это круто воспринимается. То есть энергетический посыл другой немножко. По звуку то же самое, да. То есть, по сути, тот же материал, только из... Но это за счет как раз-таки музыкального продюсера, в том числе Андреем и является. Ну, Андрей и Санжар, да. Они в основном вдвоем. Ну, по крайней мере, с тех пор, как Санжар туда пришел. Ага, ага. И сейчас делаете новый альбом? Да, сейчас новый альбом делается. По-моему, первый сингл или вышел, или выйдет. Вышел уже один сингл, и вот вчера вышел второй сингл. А, ну, значит, да, уже несколько сингл. Я просто отдал, как бы, а дальнейший спам не всегда известно. Все внутри песни. Да, да, да. Ты сводил тоже. Да, да. Вот, и... по идее планируем вот в сентябре засесть за оставшуюся часть альбома. Там все упирается в график Санжара, на самом деле. То есть у них записано это давно. Они не доаранжируют электронную часть. Ну, это какие-то клавиши, что-то такое, потому что Санжар работает у Баста сейчас. У Баста, как известно, работает много. И это пока по графикам не состыковывается. Мы планировали изначально это сделать в июле, но пока вот переносится аж до сентября. Ну, то есть мы какими-то кусочками это делаем, но, видимо, закончили в сентябре. А как записывается альбом? Они сами или... Ну, Санжар в тот момент времени работал, когда они этот альбом делали, работал у Лёва Трофимова на студии. А у него же там, ну, как-то худо-бедно оборудовано под запись. Там они записывали своими силами, потому что, ну, во-первых, а, бюджет, во-вторых, ну, эксперимент тоже попробуйте самостоятельно сделать всё с нуля, грубо говоря. Мы так с ними периодически это чередуем. Часть записал я живьём, да, часть они вот так записали, видимо, такое... А записываете чаще всего где? На Синелабе. На Синелабе? Да, но то, что мы записывали с ними, это было сделано на Синелабе. И, в частности, вот этот вот чёрный альбом, он записан живьём. Ну, так для понимания, там и вокал, и всё остальное, всё это живое. А, то есть лайвом сразу? Да, это всё абсолютно лайв, да. И там есть, что клавиши потом были какие-то вписаны-дописаны. Может быть, в паре мест был вписан вокал, но в целом 90% материала записан живём. Включай вокал. В голове заиграла песня «Оба на дебоши». Да. Я знаю, мы похожи оба, оба на дебоши. Просто я представила, как это, возможно, было в лайве. То есть какое было расположение у них? Помнишь? Я сейчас наизусть-то точно не вспомню, конечно. Ну, Андрей стоял в одной из будок, по-моему, в левой. Гитаристы, барабанщик сидел большой. В линию, да, гитару писали? Нет. Гитару вытаскивали, гитару на комбик вытаскивали в коридор. Там он стоял, стоял на нём микрофон. Бас в линию. Бас рембелся потом. Нет, да. Второй гитарист, получается, сидел всё-таки во второй будке, и у него, соответственно, был микрофон, потому что там есть песня с акустикой. А, да, да. То есть у нас был такой сетап, что можно было в любой момент что-то схватить и это сделать. То есть мы были готовы к любым ситуациям. Кроме рояля. Рояль был... Там в одной песне они, собственно, и пели. Там два вокала и океан, по-моему, называется. Или море. Не помню. Там было сыграно живьём, да, рояль вместе с вокалами. А в остальном он вписывался дальше уже. Рояль и Камон. О, а Камон где писали? Там же. А, там же. Вы просто арендовали Камон? Ну, там есть Камон, да. А, я просто не помню. Да, ну, за доп. деньги, но он там есть, да. Ага, прикольно. А я видела недавно сториз, вы были на Мосфильме. А что вы делали? Сводили? Сводили, да. В аналоге? Да. Прикольно. Что, использовали? Всё. Всё, что там есть? Я на самом деле часто свожу на Мосфильме, но на второй студии я сказал бы, что это основная студия под микс по нескольким причинам. Первая причина — это мониторинг. Он нереально понятен, он нереально симпатичен. А именно кино что-то или ATC? ATC, конечно. Кино что-то — это своеобразные мониторы. Возможно, их надо просто перевести в чувства, им просто много лет уже, но на данный момент времени это как огромные ауротоны не засты звучат. То есть иногда можно их включить, там особенности влупить погромче, да, но в целом в основном ATC плюс NSC. Плюс иногда были случаи, когда я свои N-монитор сприносил, но в целом в основном ATC там. Ну просто потому, что они там классно работают, реально. То есть из всех студий, где я слышал ATC, это самая лучшая студия. Там реально классно они работают. Блин, если будешь в Самаре, заезжай к нам, у нас ATC такие же. Хорошо, хорошо. Обязательно. Будет интересно. Вот. И плюс я свожу там или гибридно, или в аналоги. Ну чаще всего это гибридно всё-таки. Для того, чтобы стем можно было потом сразу же записать и уйти оттуда. И используется чаще всего всё. Почему я делаю это именно так? Не потому, что я считаю, что аналог лучше, чем цифра. Он просто немножко другой, но в целом как бы плагинами вполне себе можно то же самое сделать. Скорость. Ага. Да. Ты в реальном железе делаешь быстрее. Потому что тебе нужен результат, ты не ищешь там, ой, какой же мне выбрать плагин. Сегодня такое у меня настроение, я буду свои мои 1200 плагинов выбирать какой-то один. Это там не надо. Там вон канал, ты вот ткнул кнопку, как бы получил эквалайзер. Всё, на этом всё закончилось. Это правда. Вот. Соответственно, как бы, когда мы туда приходим сводить, это, как правило, смена две песни в основном. Тогда вопрос ещё про Ума Турман. Да. Мне интересно. Ты писал и сводил. Вот, я так понимаю, сейчас выходит в производстве последний их альбом или не альбом? Я там не знаю, там сложная ситуация. Они планировали сначала какой-то альбом. Потом вроде не альбом. Потом что-то ещё материал мы делаем. Какой-то из них выходит. Вот сейчас из последних песен вышла одна песня, она ещё, по-моему, не вышла, она под Тавриду. Это чья-то песня, я сейчас уже не помню, к сожалению. Это Газманова песня. Оно в их аранжировке. Классно, кстати, сделано. Да, мы записывали на Синелабе, сводили. На Синелабе. По-моему, мы записали и свели в один и тот же день, насколько я помню. Да, несколько песен вот там под какие-то праздники они записывали. Да, мы записывали на... На Синелабе записывали, сводили на Мосфильме. А до этого есть какая-то часть материала, там уже пять или шесть песен есть, которые мы как бы типа под альбом делаем, но оно как-то так медленно всё. Ребята всё время в гастролях, поэтому это, знаешь, бывает такой звонок, надо завтра писать. А как это? Надо. Вот. И там какое-то количество уже треков есть. Как это выйдет дальше, я не знаю, да. Ну и выпшен синглов много за это время. Ну как минимум шесть, наверное. Вот за последний год я имею в виду. Кто знает, а вдруг звёзды считают нас? Что ты используешь из аналога, что есть на Мосфильме, помимо ССЛ? Вот всё, что там есть, всё, что в ТКС... Во-первых, мне всё время не хватает каналов. Ого. Там их 48, это мало. Просто 47-48 сразу же уходит на мониторинг для меня. Ну, если там 48 каналов оцифровщиков, кроме всего прочего. Соответственно, 46 остаётся. И всё, всё задействовано, да. по аутборду в зависимости от необходимости. Но чаще всего используются, конечно, дистрессоры, они в каждой сессии есть. 1176-е, пёрплы. Что там у них ещё есть? Из реверберации, конечно же, плейд. Это лучший плейд у них. Есть на винтаже тоже плейд. Он тоже хороший, но другой. Он более винтажно звучащий. Вот, например, «Света пути» и «Родиона». Если ты помнишь, как она звучит, там плейд именно винтажевски. И он туда подходил, потому что он такой немножко тонковат по звуку, яркий, и он больше похож на что-то очень старое. От туманок по северном лете Ко «Свету пути» я просто не понимаю, кто ты сводил? Да. А, ага. Нет, её сводил «Родион» сначала. А. Где-то год. Вот. А потом мы всё-таки пришли к тому, что надо делать так, как мы договорились изначально. То есть вывести всё это на ленту и свести это всё в аналоге, да. Подожди, а записано всё равно на цифре? Записано на цифре там, да. Записано на цифре, а потом... А на винтаже, да, на ленте или на Мосфильме? Да. На ленту мы нашли специального человека, который нам прогнал через советский магнитофон МЭС. Ого. Вот. И сводили мы потом на винтаже, да. И то также в ленту. Угу. Собственно, там Ampex и ТР стоит. Вот у неё есть введено. А, то есть в мастер сразу, да? Да. Ну, то есть там ни одного плагина нет. То есть это вот как было на пульте. Более того, там даже SSL использовался не без эквалайзеров и компрессоров, потому что это не подходило под эпоху. Да. А вся эквализация это были Нивы. Ого. Вот, поэтому... То есть задача была такая сделать максимально винтажно. Мы это сделали. Да, это вышло, это правда. Ты смотришь... Да, ещё и клип снято на плёнку, да. Да, да, ты смотришь и просто у тебя полное соответствие, как будто бы... Ну, там есть вот эти вот шуточки, что там телефон включают. Ну, это специально, может, в какой-то момент, да, как Стёб. Ну, да, и то, что Рома там в татухах весь, это тоже... 70-х татух таких не было ещё. Мы всячески пытались их скрыть, а потом подумали, а ладно, они какие есть, такие есть. Спасибо, что бороду сбрил. Да, да, да. Усы — это просто потрясающе. А эта идея изначально... А, это была идея Родиона или ты уже докрутил эту идею, чтобы полностью было на ленту и полностью была стилизация? Нет, у нас была изначально идея, что это должно звучать как музыка и выглядеть, как музыка из той поры. Наверное, хотелось даже, чтобы это было чуть раньше, но чтобы чуть раньше, это всё-таки слишком сложно, слишком дорого, и нет ни оборудования, ни уж, если говорить про клип, ни такой плёнки, конечно же. Плёнка у нас Кодек Вижн 3, вот, и ты не сделаешь ничего по то время. Плёнку с Вема ты как бы не найдёшь, её не существует. Да, да, да. Мне очень понравились титры про Кодек. Да, химкомбината Кодек, да. Вот. И была идея даже сделать это максимально, то есть идея в чём? Посыл заключался в том, чтобы восстановить как бы ту эпоху, как ностальгию, по тому времени, которого никогда не было. То есть и клип, если, ну ты же помнишь, наверное, там а-ля как советское кино. Да, да, да. То есть у нас была идея восстановить эстетику советского кино, как бы типа эстетику Советского Союза, которого никогда не было. Это те мечты, как бы, которые были, или остаются у нас сейчас о том времени. Мы думаем, что это было вот так. Вот это было не совсем так, но в кино это выглядело похожим образом. Там у Данели, там это и так далее. Потому что там есть даже, там же есть иконы мы показываем, и всякое прочее. Ничего этого, конечно же, в Советском Союзе не было. Не то, чтобы это плюс или минус, это просто данность. Но ты полностью ещё и срежиссировал, да, получается? Да. А, как идея появилась именно клипа, если мы говорим про клип, идея была... Я уж не помню, чья она конкретно была, Родиона или наша общая, или как-то она появилась, я не знаю. Что вот нужно снять, типа, в деревне. Утро в деревне. Вот такая была мысль. Изначально у него была идея найти кучу архивных съёмок. Один архивный кадр там на самом деле присутствует в самом начале. А намонтировать что-то из этих архивных кадров, чтобы это было максимально дёшево. И уже снять какую-то самую элементарную часть с музыкантами, может быть. Но Родион, как обычно, протянул время до Победного. За два дня до съёмки мы поняли, что никаких архивов нет. И мы не знаем, что мы будем оттуда брать. Нужно придумать сюжетную часть. Вот за два дня до этого я с Таней, с женой придумали сценарий, написали. Он элементарный, конечно, но тем не менее. А место как выбирали? А как выбирали? У нас вариантов особо не было. Мы кучу вариантов переездили, где можно снимать. И практически нигде нельзя снимать, чтобы это было аутентично. Это музей Ленина. Ничего себе. Там на самом деле за этим столом сидел Ленин. Это не шутка. А икона как там стоит? Это вы уже поставили этот угол красный? Нет, по-моему, всё-таки он там стоял сам по себе. Но это не то, чтобы там просто как деревня. Такая деревня и деревня. Он сделал максимально аутентично. Нам там разрешили снимать. При этом это была пандемия. Там вообще весёлая история была. Это же... Тогда уже можно было что-то делать. Это был не жёсткий локдаун. Но при этом везде спрашивали все эти справки, ПЦР и всякую прочую. ерунду. И за день до съёмки, собственно говоря, да, мы все... У меня была вакцина, поэтому была легальная справка. Но не у всех так было. Вот у оператора, в частности, у него не было. И он сдал ПЦР и подтвердили у него ковид. Соответственно, мы выезжаем с утра на съёмку, оператора нет. Ну, соответственно, ну ладно, окей, я оператор теперь. Так что это был мой первый опыт съёмки на плёнку. Ну да, и как? Классно. Мне понравилось. Камеру в прокат, да, брали? И есть такой Виталик Колесник, не знаю, знаете, не знаете такого персонажа? Зря вы его не знаете. Это легендарный человек. Во-первых, у него огромная коллекция советских микрофонов. Он вообще звукорежиссёр. Очень хороший. У него огромная коллекция советских микрофонов. Практически любую модель, которую вы назовёте, у него она есть. А второе его влечение, съёмка, у него есть несколько кинокамер, и он вот периодически помогает кому-то снять что-то. Ну, это в основном всё про искусство всё-таки, это не про коммерцию, да. Но, тем не менее, вот он нам помог, свой рефлекс притарабанил. Был у нас механиком заодно на этой съёмке. Прикольно. Был прикольный опыт, на самом деле. Здорово, здорово, что можно воплощать какие-то свои вот эти вот порывы именно творческие, что уже до такого уровня, когда дорос, что, в принципе, ты уже знаешь, кто тебе может помочь там со звуком, куда можно пойти сделать стилизацию. Ну, то есть... Смех заключается в том, что в основном это одни и те же люди. Будь то звук кино и так далее, это какая-то одна такая тусовка, не самая большая. Творческая. Ну да, 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 это правда. Ну вот Виталик тоже, вот он тебе и, пожалуйста, и в кино, и в звуки, и всё отлично. Класс. Ну он такой маньяк аналоговый, у него что только нет. И у него даже протуз из какого-то там, хрен знает какого года, мне кажется, ещё на печатных машинках он стоял. О, я одно время... Ну, я в гости приходила на студию в Пауэрхаусе, и там стоял протуз, по-моему, какого-то там 94-го года или что-то в этом роде. И там чувак, его зовут Паша, и он сводил только в этом протуз. Лучше звучит, да? Да, конечно. Класс, хорошо. Вот. Поэтому, да, эти эксперименты... А как ты считаешь вообще, DW звучат по-разному? Ну и одинаково звучат абсолютно даже бред какой-то. Ну, достаточно сделать тест как бы. Они по-разному функционируют. Поэтому у одного и того же человека может быть разный результат в разных давках. Это правда. То есть у тебя просто по-другому работает мозг, по-другому работает логика. В конце концов, не все знают, некоторые делают тест, вот мы сделали тест, у нас типа ничего не вычитается. А братец, ты знаешь, что такое панлоу, например, да? Удасушься, познакомься с этим и сделай одинаковый на этих давках. И у тебя всё звучит одинаково. Это же цифра, побитное суммирование там, как бы какая, откуда какая разница. Обычная математика, она известна. Открывая любой ущербник по DSP-кодингу, там будет на первой странице написано, как это сделано. А в чём ты сейчас работаешь? Pro Tools и Reaper. В основном Pro Tools. Не потому, что я фанат Pro Tools, а потому, что всё приносит Pro Tools. Ну, это просто данность, как бы, да, почти все работают в Pro Tools. Плюс, если ты работаешь там в киносреде, то там только Pro Tools, там, в принципе, ничего другого нет. Вот. И если особенно выездные записи, то это в основном Reaper. Да, я чуть вспомнила историю о том, что Илья Лукашев пересел на Reaper, потому что ты ему рассказал. Да. Долго говорил ему об этом. Вот. А потом после этого он стал пропагандировать Reaper. Так что это благодаря Саше. Я не виноват, извините. Я не знал, что так будет. Ну, а сам ты кастомизировал Reaper? Нет, штатный. Штатный? Да, я пару кнопок добавил, несколько, что я сделал на хоткейк, потому что у меня некоторые неудобные просто были. А в основном штатный. Почему? Потому что иногда бывает, приходишь куда-нибудь на какую-то студию, тебе нужно быстро взлететь. Или ты на концерте, например, тебе попросили что-то записать на чужом компьютере. Ты его поставил, взлетел. Тебе не нужно... У меня же там супер кастомная конфигурация, как бы, как же я без неё? Поставил штатный, поехали. Класс. А у тебя на студии мастеринга стоит Reaper? Reaper, да. Раньше я работал на Сэмплитуде. Ну, или Sequoia, как бы, это одно и то же. Не знаете такое, да? Нет, я знаю. А он же только в Винду. Возможно, я слишком стар. Он только в Виндовый, да. Собственно, по этой причине Reaper сейчас. Потому что у Magix, конечно же, круче софтина. То есть Сэмплитуда, Sequoia, она под мастеринг удобней. Объективно удобней. Там есть ряд удобных фич, грубо говоря. которые есть отчасти и в Reaper, и поэтому Reaper. Ну, то есть, в частности, там можно дизинг поставить в нужном месте. В отличие от всех остальных давок. В нужном месте? Это в каком способе? В конце. А, после лимитера ты имеешь в виду? Нет. После понижения разрядности. Поподробнее расскажи, пожалуйста. Да, я просто... У нас такая пауза. Но, грубо говоря, у тебя к тебе приходит на мастеринг файл в каком разрешении? Обычно это 24 бита или 32 бита, да? 32 бита лучше, если, конечно, есть такая возможность. Вот. И, соответственно, ты на самой последней стадии должен понизить разрядность. То есть сделать его 16-битным, скорее всего. Ну, если это у нас не какой-то там high-res формат, который должен 24 бита отдать. Ну, не суть, как бы. Ты должен понизить разрядность в самом конце. Соответственно, ты куда должен дизинг поставить? После того, как ты понизил разрядность. Соответственно, в Reaper у тебя есть возможность. Ты когда открываешь экспорт, выбираешь разрядность, а под разрядностью у тебя есть галочка дизелинг. Он ставит его в нужное место. В ProTools как ты это сделаешь, не подскажешь? Я не знаю. Никак. Я не пользуюсь ProTools, слава богу. Там, типа, можно включить другой микшер, да. Ну, короче, в Sequoia такая же функция. Ну, или в Simplitude, да. Ну, там еще можно разные дизинги выбирать. Это тоже прикольная штука. Ну, или тебе нужно после это делать, там, в изотопе, например. Ты сейчас вспомнила, в ProTools же есть... Забыла, как эта функция называется. Типа, а-ля аналоговое звучание ты используешь? Хит, ты имеешь в виду? Да, хит, да, точно. Нет, не использую. Я, в принципе, небольшой фанат сатурации. Когда это нужно, конечно, можно включить, да. Но я считаю, что сатурация переоцененная штука сильно. Особенно, когда ты вводишь в гибриде, у тебя, в принципе, она как бы, вот она железная присутствует. Ты в SSL загнал, все, привет, у тебя верха там нет больше. Он уже все сделал, как надо. Вот, а в остальных случаях, ну, когда тебе нужна сатурация, ты используешь, как правило, это параллельное, что-то реально жесткое для того, чтобы это было как краска, чтобы ты это слышал. Хит, ну, иногда, знаешь, когда приходит какой-то там трекинг, ну, очень жестко цифровой. Ух ты. Сейчас это редко происходит, но иногда все-таки бывает, да, когда все сделано на каких-то там синтезаторах плагиновых, которые, ну, совсем такие, значит, не совсем правильно подобранные, да. Или когда записано там в оцифровщике плохие, еще под красное, да, ну, у тебя заведомо так, как цифра звучит такая некрасивая. Тогда, да, бывают такие случаи, включая. Но проще всего все-таки пойти на мусфильм, ну, для меня лично, да, воткнуть это в реальный СССР, ну, вот тебе вполне себе хит. Только быстрее. Да, да, это правда. Быстрее за деньги. За деньги, да. Супер, супер. Довольно актуальный, мне кажется, вопрос. Как у себя в мозгу положить это по полочкам, вот, принципы работы для записи для студии, принципы для живой работы? Потому что и там, и там, по факту, мы занимаемся, ну, одним и тем же, только очень по-разному. То есть, грубо говоря, мы и там, и там собираем микс, но совсем по-разному вот на площадке и в давке перед своими мониторами. На самом деле нет, я считаю, что не по-разному. Вообще не никак. Просто результат разный. Ты должен на концерте свести так, чтобы у тебя звучало сейчас хорошо, а на студии ты должен свести так, чтобы у тебя всегда звучало хорошо. Это все-таки две большие разницы. И плюс на концерте ты в любом случае вписан в рамки зала, в котором ты работаешь, и ты должен с этими вещами как бы мерить. Так, как будто можно было бы на мастер, короче, просто реверберацию поставить и тренироваться. Ну, типа... Ну, нет, какая разница. Подход одинаковый, должно звучать хорошо и там, и там. Должно это как-то энергетически цеплять и там, и там. Как бы нужно просто это понимать. Какой подход? Ну, мне тяжело однозначно сказать. Слуховой, в первую очередь. То есть нужно как можно больше слушать. То есть, что понравилось, пытаться пробовать как-то применять, да. Если не хватает какого-то там теоретического, практического опыта, ну, может, подубычиться где-нибудь. Какие-то сейчас курсов очень много. Вот сейчас, например, Андрюха Левин собирается запустить онлайн-курсы. Там реально хороший состав преподавателей подобрался. И это именно онлайн для тех, кому там тяжело будет куда-то ездить и так далее. Это, возможно, может быть полезным. Кому-то может быть полезно практики как бы больше иметь. Самый главный момент. Не стесняться своих ошибок. То есть понимать, что они всегда будут. Без них вообще никак. С ними придется смириться. Я бы даже, наверное, не догадался до этого. Но тоже вот этот навык отпускать в какой-то момент. Ну, ты же не можешь все сделать идеально. Не можешь, да, не можешь. Ну, вот этот навык отпускать в какой-то момент. Нужно научиться. Это вот эта проблема. Да, нужно научиться принимать себя. Сейчас так модно говорить, да? Но это правда. Потому что самобичевание и вот это вот все, там, комплексы неполноценности, это нормальные вещи. Если их нет, скорее всего, ты лузер. Если они есть, значит, ты прогрессируешь. Это касается любой профессии, наверное, звука в том числе. Главное, ну, сделал материал какой-то, отдал. Ты понимаешь, что там есть какие-то проблемы. Ну, к сожалению, тебе придется с этим как-то жить. Просто дальше учиться их не допускать. Касаемо записи, если мы говорим про записи. Вот тут у меня есть совет. Такой более дельный. Нужно научиться делать, как бы, базовые вещи. Научиться делать их хорошо. Это достаточно просто. То есть, на самом деле, техник записи, их не так уж и много, на самом деле. Научиться, там, грубо говоря, вот тебе запись барабанов. Ты должен знать, как на эти, на любые барабаны поставить микрофоны так, чтобы, как минимум, это звучало хорошо. Ну, в идеале, отлично. А эксперименты какие-то добавлять поверх этого. То есть, вот у тебя есть базовый набор микрофонов, которые работают, железобетонные, а потом какие-то, там, два, три. И вот где-то я видел у кого-то, надо попробовать так же. Ты их добавляешь. Не ими заменяешь то, что у тебя было до этого. То, что раз работает точно. А добавляешь. Потому что иначе у тебя есть возможность сделать плохо. То есть, твой эксперимент навредит артисту, как бы, тебя не позовут. Это плохо. Тебя должны называть дальше. Пару лет назад мы с тобой виделись тоже на мейджоре, по-моему, и ты говорил, что тебя позвали преподавать в Moscow Music School концертную звукорежиссуру. Я не так сказал. Я сказал, что поступило предложение. Ну да, хорошо. От которого я отказался. Да. Вот у меня вопрос о том, что хочешь ли ты преподавать? И что бы хотелось преподавать? Не знаю. Проблема фундаментально заключается в том, что для того, чтобы преподавать, должно быть очень много времени. Потому что программ не существует. Нормальных программ, по которым ты можешь преподавать хорошо, их нет. Ее нужно написать. А для того, чтобы ее написать, тебе нужно потратить очень много времени. Вот сейчас Андрюха предложил вот эту онлайн историю. Я сделал там курс, подготовил, ну пока в Черновую, подготовил курс именно на концертную звукорежиссуру. Не потому, что я прям хочу преподавать. Я себя не считаю концертную звукорежиссуру, несмотря на то, что я работал концертную звукорежиссуру. Но этого материала практически нет. То есть я осознаю, что это проблема, что материала нет, его явно недобор. Ну почему нет? По крайней мере, какие-то базовые вещи можно рассказать людям, которым будет, наверное, проще войти в профессию, если они захотят этого. Классно, здорово. А, например, по мастерингу или про микрофоны рассказать? У меня периодически бывают какие-то там мастер-классы, я периодически рассказываю. Я просто не знаю, что в мастеринге можно рассказать, честно. То есть в мастеринге технически это несложная работа. Она сложная с точки зрения понимания, для чего ты это делаешь. А для этого должен быть просто специфического типа слуховой опыт. То есть ты должен работать именно как мастеринг-конженер. Просто другая штука немножко. И ее рассказать мне тяжело, например. Я не могу объяснить, как это. Потому что там сделать ничего сложного нет. Эквалайзер, компрессор, лимитер, в принципе, так же, как и везде. Ничего такого. Только почему-то у одних это хорошо получается, а у других не очень хорошо. Да, да, да. А это, в первую очередь, зависит именно от твоего восприятия. Ты должен слушать не как звуко-режиссер сведения, а как звуко-режиссер мастер. Меня иногда спрашивают, типа, что ты думаешь по поводу микса? Я не знаю. Потому что я его услышал, сразу же принял решение, сразу же что-то сделал. Я уже забыл, как он звучал изначально, грубо говоря. Мне для меня было важно понять сразу же, что с ним нужно сделать, чтобы он звучал хорошо. Вот. Собственно, в этом отличие. Короче, преподавать вроде бы теоретически, наверное, интересно. Практически на это нет времени. Особенно с учетом того, что я хотел бы все-таки заниматься съемками, а съемки подразумевают под собой довольно большую загруженность, а обучение подразумевает тоже под собой большую загруженность и определенный график, в котором ты должен существовать. Конечно, пока тяжело совмещать. Если в дальнейшем будут какие-то интересные предложения, ну, посмотрим. Я бы, конечно, походила бы на лекции про микрофон. Про микрофон можно много рассказать, да. Да, потому что, не знаю, как не встречаемся, так рассказываешь что-то новое, показываешь что-то новое, и слуховой опыт обретается тоже, ну, слушая микрофоны, которые были. По крайней мере, на студии Major что-то разрешал их тоже использовать. Это здорово. Спасибо большое. Да, рада стараться. Слушай, а раз уж про микрофоны, не можешь маленько рассказать про микрофоны не ватон. Я просто много слышал классного про MC-59, MC-59. Да, да, MC-59. Ну, на русский манер МК. Микрофон конденсаторный 59. Да, можешь ли ты о них рассказать, что это за микрофоны? Немного это. И для чего ты их используешь чаще всего? Какие у тебя решают? Ну, для всего использую, кроме вокала. А так для всего практически. То есть любые акустические инструменты, кроме адских громких, для всего использования. И что про них рассказать? Классные микрофоны. Во-первых, они маленькие. Я особо, к сожалению, в этот раз не взял, еще даже не додумался. Вот так можно было показать. Вот такие вот они, размером. Реально очень маленькие микрофоны. Из плюсов скажу, что у них есть как бы такой характер, знаешь, нормального, дорогого конденсаторного микрофона. То есть это не то, чтобы там супер нейтральные, суперчистые, там, а-ля DPA, там, что-то такое. Нет, у них есть свой характер. У них очень классная нижняя середина, очень богатая. То есть у многих, особенно если мы говорим про кардиоиды, у многих кардиоидных микрофонов есть огромный минус в том, что ты чем дальше относишь микрофон от источника, тем меньше низа у тебя становится. Это логично с точки зрения физики. А у них это не так выражено. То есть ты можешь ставить достаточно далеко, там, не знаю, на оверхедах высоко достаточно, у тебя низ не пропадает в них практически. То есть они остаются такими телесными. Да, это минус, когда ты их слишком близко подносишь, но по идее, как бы, я не использую слишком близко микрофоны никогда, кроме барабанов. Вот. Что еще можно сказать? Да, это система, то есть у тебя есть разные преампы. Есть преампы с аттенюаторами, с фильтрами, есть преампы обычные, есть преампы такого форм-фактора, всякого форм-фактора. Есть разные капсулы. Это модульная система, которая очень маленькая, компактная и очень круто звучит. Еще есть плюсов относительно большинства других микрофонов. У них off-axis response, то есть у них осевая краска, адекватная. Она очень мягкая, ну, нейтральная, грубо говоря, скажем так, да. Поэтому ты можешь спокойно, не боясь, вставить их в мультимикрофонной технике, и у тебя все хорошо звучит. Чаще всего я использую, конечно же, там, на оркестрах, на каких-то акустических составах живых, акустических инструментах и так далее. Там еще в разработке, на самом деле, один микрофон. Я, опять же, наверное, тоже не имею права рассказывать, но реально крутой микрофон с симметричным капсулем. Симметричные капсулы, как известно, делает только одна компания в мире, Sennheiser MKH, в смысле, серия MKH. Но там есть один момент. У них там очень хитрая электроника, плюс к этому у них низкая поляризация, то есть там есть определенный обман, грубо говоря, технический. В свою очередь, не ватон сделали нормальную поляризацию, 60 вольт, при этом это полностью симметричная капсула. То есть мы понимаем, что такое симметричная капсула, да, нет? Нет. Лучше скажи. Ну, грубо говоря, обычно капсула, это что такое? У нас есть неподвижный электрод, есть подвижный электрод, который, он же мембрана, да, то есть, соответственно, мы на одну сторону, на любую из них подаем, как бы, поляризацию, с другой стороны снимаем сигнал. Здесь ситуация какая? У нас есть, как бы это правильно сказать, у нас есть два неподвижных электрода, внутри которых находится подвижный электрод, то есть мембрана. У тебя, соответственно, подается поляризация на мембрану, снимается плюс-минус с двух сторон. Соответственно, у тебя мембрана все время хочет встать в центр. Потому что это ее естественное положение в этом случае. Из чего мы что-то имеем? Мы имеем более чистый микрофон. Это гораздо более быстрый микрофон. Потому что мембрана не пытается все время прилипнуть к заднему электроду. Она все время пытается встать в центр. Уровень шумов, наверное, если ты забираешь плюс-плюс. Да, конечно. У тебя другого типа электроника. У тебя полностью симметричная, нормальная, балансная схема полностью микрофона. У них и так уровень шумов там как бы даже в 59-ом, по-моему, то ли 4DBA, то ли 5DBA. Ну, короче, их нет. Относительно там у Shops 18, например. Для понимания. Вот. Поэтому не знаю насчет именно шума. Но как бы эта идея очень классная. Я пока не слышал этот микрофон. Я его видел в виде там схемы. Как бы как это существует. Вот скоро они прототип вроде как собираются сделать. Подход очень интересный. Он будет в транзисторном виде, а потом впоследствии вроде как и в ламповом. Притом в ламповом будет какая-то там супер хитрая электроника, что, в общем, там практически не будет никакой электроники, кроме лампы и трансформатора. Да, мне это самому интересно. У меня вопрос, на самом деле, к всем троим звукорежиссерам. Не столько вопрос, сколько мысленный эксперимент. Вот представим, что прилетели, значит, инопланетяне и забирают тебя. И говорят, значит, мы сейчас тебя забираем. Ты будешь сводить всю музыку, которая на Земле осталась. Но у нас объем оперативной памяти очень маленький. Тебе нужно прямо сейчас решить, какие пять плагинов слэш-железок ты возьмешь с собой туда, куда-то там на Альфа Центавру, чтобы пересвести всю музыку. У тебя там будет бессмертие, все дела, все, что хочешь. Какие пять плагинов слэш-железок ты возьмешь с собой, чтобы, ну, сделать работу хорошо? Вот вопрос к тебе, к Дашу и к Саше по очереди. Надо подумать. Во-первых, дай бог... Времени на раздумье нету. Улетаем прямо сейчас. Дай-то бог не быть такой ситуации. Но так-то я скажу. DMG Quality, HOFA IQEQ, Altiverb, Valhalla Delay. Как он там называется? DDMF, DDFM, Death Magic of... А, отменяют. Арусер. Разгрузили? Загрузили. Спасибо, все, улетели. Даша, к тебе теперь вопрос. Не знаю, я сразу подумала про свой любимый Waves Tune. Мы надеемся, что инопланетяне хорошо поют. Не-не, сводить будем всю музыку, оставшуюся и выпущенную на Земле. Вот. Ну, тогда им придется смириться. 1176, LA2A, компрессоров нужно больше компрессоров. Нужен еще эквалайзер. Мне очень нравится Infinity Q в последнее время. Все? Получается, да? 5 я назвала уже. Нет, ты взяла 3 прибора. 1176, 1176. И ни одного ревера, например. Вся музыка будет сухая. А, и лексикон 224. Так, Саш, ну и к тебе теперь вопрос. Ребята, в Altiverbi есть все эти... Так, на всякий случай. Ну, я бы взял давно по пакету... Ну, тогда у меня просто свое звучание будет, и все. Окей. Очень специфичное, но свое получается. Я бы взял по пакету FAP-фильтр. Это так нечестно. Pro Q3, Pro C2, Pro MB, Limiter, я бы взял, наверное, или Elevate, или Invisible. Elevate, Limiter. И ревер 224 я бы взял. Лексикон. Зачем вам Limiter? Не будет громких громкостей, ты один звукорежиссер. При работе с крупными артистами, я просто композитор и занимаюсь продакшном, вот, вопрос про референсы. Например, когда большие артисты приносят какую-нибудь аранжировку и просят ее свести, они дают какие-то референсы, там, отечественные или зарубежные, и можем ли мы, если это не секрет, конечно, узнать какой-нибудь референс из какой-нибудь известной песни, там, из Ума Турмана, или из репертуара «Елки», или еще, может быть, из какого-нибудь артиста, с кем удалось поработать. В общем, суть вопроса, приносят ли они с собой какие-то референсы, или они сугубо доверяют полностью звукорежиссеру, вот ты мастер своего дела, делай. 50 на 50. То есть есть артисты, которым все равно никаких референсов нет, есть артисты, которые их дают, и дают это зря, потому что никакие референсы на сведение не работают, это ерунда. Объясни, почему? Потому что референс твой трекинг, то есть тебе трекинг диктует то, как это будет звучать. Ты можешь это сместить в сторону по суше, по макрее, по винтажнее, по современнее, но куда-то уйти в другую сторону ты не можешь. Он уже звучит таким образом, каким он звучит. Референс нужно приносить кому? Аранжировщику, который сделает это так, как это будет звучать. Вот тогда это будет как-то худо-бедно актуально, когда аранжировщик сделал как-то вот похоже на то-то, и ты можешь как бы что-то в эту сторону использовать. Ну, это, и все равно это проблема, я считаю, потому что, ну, а зачем тебе использовать какие-то референсы? По идее, тебе же нужно сделать какой-то свой звук. То есть, как бы, у любого артиста должен быть свой звук. Хотя, ну, многие используют это, да, и многие приносят. Но я считаю, что это не работает. Потому что в 9 из 10 случаев у него вокал звучит таким образом, а не каким-то другим. Ты не можешь его сделать там, ну, допустим, не знаю, артист сам по себе, ну, дико яркий, да, а тебя просят сделать там что-то такое очень гнусавое. Ну, как ты сделаешь? Ну, артист звучит так. Это его звук, как бы, это часть его звука. Ты не сможешь сделать по-другому вокал, он будет звучать так. И всего остального тоже касается. Короче, я считаю, что это глупость, несмотря на то, что их несут, как бы, это нужно делать на самых ранних этапах. Даже, когда, например, во время записи, даже во время записи джаза. Вот тогда я спрашиваю, типа, ребята, какой у нас ориентир, чего мы хотим добиться в результате? А, как правило, джазмены все равно хотят что-то своего, безусловно, славьте господи. Но хотя бы определенный какой-то вектор, как бы, нужно понимать, что им нравится такая, ну, может, знаешь, кому-то нравится там звук очень темный, да, тогда ты будешь использовать там ленточные микрофоны на барабанах, например, да, кому-то нравится там более современный звук, более открытый. То есть хотя бы какой-то вектор движения у тебя будет, и ты тогда будешь так записывать и так потом сводить. А если тебе на сведение принесли, например, трек, который звучит как дуалипа, а просит, чтобы он звучал как лимбидский, то это невозможно. Не, ну, они же обычно приносят какие-то размерные референсы. Я просто думаю о том, что я просто думаю о том, что если эта музыка современная, то тебе нужно конкурировать сегодня в Spotify, ну, или там, где на любом стриминге должен встать в плейдинг. Хорошо, яркий пример. Billie Eilish. Она принципиально отличается от звука всех остальных. Она пыталась с кем-то соревноваться в Spotify? Мне кажется, из-за того, что она звучит совсем по-другому, именно по этой причине настала Billie Eilish или нет? Я могу таких примеров назвать массу. Скажем так, есть определенный пул артистов, которые никогда... Я сейчас, извините, артисты, которые нас будут смотреть на видео, которых никто никогда в жизни не услышит на самом деле. Но они приходят, также платят деньги, также они записываются, сводятся и так далее. Да, вот они чаще всего очень хотят звучать как Billie Eilish или как Dua Lipa или как кто-то еще. Есть такая штука. Ну, в этом случае как бы это же бизнес. Ты в любом случае как бы работаешь на человека. Ты помогаешь человеку реализовать его какие-то амбиции, да, или мечты или что-то еще. Ну, тогда ты должен стараться сделать это вот примерно как так. А если мы говорим про больших артистов, недостаточно. Как Ёлка, как Ума Турман и так далее. Зачем им какие-то референсы? Они как раз может хотят... То есть у них есть референс на самом деле касаемо аренжировки зачастую. Есть. Ну, те же самые Ума Турман там бывает смешно, когда приносится вот мы хотим сделать так, это в итоге это звучит вообще не так. Ну, то есть категорически не так. Но начиналось вот с этого, да. Но ты потом уходишь куда-то и все равно они будут звучать так, как эти артисты, потому что у них есть свое лицо. Ну, Ума Турман и Ёлка давно делают музыку. И у них уже есть свой звук. И они, наверное, не ищут его. Но если ты работаешь... Любой мощный артист, у которого... Он, правда, артист. Вот ты видишь человека, что он артист, тут тупо с ним разговаривая, даже ничего не слышав. Допустим, тот же самый Андрей Джиджиков, да, из Underground. Это артист. И он звучит, как Андрей Джиджиков. Хоть ты лопни, хоть ты как ему делай. Хорошо, завтра мы сделаем его альбом весь в Distortion. Засунем там, не знаю, в Tube Screamer или в Marshall 900-й. Андрей Джиджиков, хоть ты лопни. Вот мне кажется, что очень долгое время, типа лет 10, наверное, до появления Ютуба, интернета, развития всех соцсетей, появление из... появление клипа, создание клипа для какой-то группы на определенную песню играло очень важную роль. Ну, типа, вот сейчас я создам клип, его будут крутить по Муз-ТВ, по МТВ, по РУ-ТВ, потом когда-нибудь, где-нибудь, где угодно. И это даст мне какого-то классного буста. Мою песню там, все услышат. Как думаешь, куда сейчас идет вот эта индустрия снятия клипов, да? Насколько она влияет на аудиторию, на привлечение аудитории к артисту и куда это все движется вообще? Может быть, они там через пару лет совсем, или там через пять лет совсем умрут и никому это не нужно будет, потому что будут там всякие коротенькие тиктоковские всякие штуки и так далее. На самом деле, этот вопрос не имеет ответа на данный момент времени, потому что все меняется сейчас. Я не могу ответить однозначно на этот вопрос, но если мы говорим сейчас про клипы, то есть же пример того же самого Ленинграда, который выстрелил заново, то есть, по сути, группа возродилась, вот совершенно недавно это произошло на наших глазах, посредством именно крутых клипов. И таких примеров очень много, но крутых клипов сейчас снимают мало. Почему? Потому что, тут же понимаете, все упирается в то, что сейчас рынком руководят в основном пиарщики, пиарщики и СММщики. Они иногда себе придумывают какие-то модели, которые, как они думают, работают, на деле, оказывается, что не работают. Но вот они решили, вот сегодня, например, что сегодня мы как делаем? Мы запускаем сниппет, после него мы запускаем песню. То, что это для некоторых артистов не работает никак, там те же самые B2, да, ну сейчас, окей, у них ситуация такая, что они в России не особо актуальны, да, но до недавнего времени они делали достаточно богатые клипы, как бы, это работало, да. И Шишкин снимал, да, и многие другие, да, хорошо, реально хорошо делали. И, опять же, Лолита, например, там же Шишкина, если мы про него вспомнили, да, Лолита с Лакостом, да, они выпустили этот клип, я забыл, как он называется, черно-белый. Очень красивый клип, и он тоже сработал, как бы, эта песня стала благодаря клипу, хотя они, когда его снимали, даже не рассчитывали на то, что у него будет какая-то там большая аудитория. Ну, просто, типа, эксперимент, мы снимаем а-ля Бергман, там, красивые кадры, всякое такое, но она сработала, и клип завирусила, и песня завирусила, поэтому, однозначно сказать нельзя, но, скажем так, тратят сейчас денег гораздо меньше клипы, в основном тратят на короткие ролики, да, потому что это стало модным, ну, типа, для того, чтобы ты, когда мотаешь в телефоне вот эту ленту, ты вдруг на что-то обратил внимание и задержал свой взгляд на это, и всякую подобную штуку, я считаю, что это деньги на ветер, есть, конечно, артисты зарубежные, которые действуют гораздо глобальней, потому что у них есть деньги, они снимают просто на весь альбом клипы, на весь альбом, да, есть масса сейчас примеров таких из современных, ну, или там не на весь, на половину, там, Рамштайн сняли, на половину альбома клип, но есть, которые прямо на весь альбом, какие-то подешевле, какие-то побогаче. Вот, я вот сейчас вспоминаю, например, Эминема, у него альбом выходил, который из Эминем Шоу в 2002 году, у него там, по-моему, вот из 12 треков, по-моему, половина точно с клипами живет, тут, и, ну, это, то есть, это еще тогда, было уже тогда актуально? Ну, да, нет, это стали делать давно, на самом деле, знаешь, тут такая ситуация, клипы это отдельная история, а, например, когда появился, то есть, мы еще до недавних пор мыслили категориями альбома, то есть, все делали альбом, да, в какой-то момент Майкл Джексон выпустил альбом Dangerous, который, по сути, спродюсировал каждый трек отдельный продюсер, и это стало синглами, стали работать над материалом по-синглово, и вот то же самое касается потом клипов и так далее, то есть, стали делать, пытаться сделать так, чтобы у тебя в альбоме было максимально большое количество крутых синглов, которые сопровождались в том числе и клипами, говорю, и сейчас это иногда делают, но далеко не все готовы потратить какие-то деньги на нормальные клипы, клип стоит денег, это объективная реальность, это стоит дешевле, чем, ну, понятно, если мы возьмем там сумму 50 тысяч долларов в 90-е годы, да, которая казалась на тот момент времени, это просто колоссальные деньги были, да, то есть, у людей зарплата была там по 100 долларов, в лучшем случае, вот, а сейчас, как бы, бюджет, как бы, вроде как меньше, да, и технологии стали дешевле, но снимают меньше, чем те же самые 90-е, сейчас опять же стала такая штука, примерно как муд-видео, да, то есть, когда вроде бы, как что-то на экране происходит, да, но это просто какой-то типа настроение, да, то есть, ничего не происходит, максимально дешево, лишь бы подешевле, что-то выпустил, так вот, говоря про артистов, которые выпускают целый альбом клипов, вот, они потом эти же клипы нарезают и на сниппеты, и на что угодно, и о них материалы, хоть в инстаграм, хоть в тикток, хоть куда угодно, но ты должен себе это позволить, это стоит денег, то есть, в России, как бы, это просто утопично, я думаю, что ни один из артистов не в состоянии себе позволить, ну, может, только Шнуров, как бы, и то он вряд ли так будет делать, да, снять 10 клипов на альбом по 10 миллионов рублей. А Би-2 так не делали? Ну, чтобы весь альбом, нет, но у них, у них же выходило все с синглами в последнее время, да, и на каждый сингл был, ну, или, по крайней мере, на большую часть был клип, да, клипы хорошие на самом деле, то есть, там они могут тебе нравиться, не нравиться, но сделаны они реально классно, вот, ну, короче, с этим, с этой индустрией пока непонятно, что будет дальше. Еще скажи, пожалуйста, как ты думаешь, насколько сильно влияет музыка, на которую, собственно, песня, на которой снимается клип, то есть, может ли быть такое, что клип очень крутой вау, но песня, ну, не лидирующая в альбоме, типа того, например, и она за счет клипа стреляет. Такое же история знает достаточно много, когда тупо за счет видеоработы эта работа стреляла, хотя песня, может быть, была далеко не самая яркая. Конечно, в идеальном мире все-таки, чтобы песня была крутая, чтобы она сама по себе заверусила, тогда, а видео только поможет, потому что еще больше аудитории подцепить, да. А пару, пару троечку примерчиков с ним. Я сейчас так вот на вскидку я уже проболтал тут какое-то время, у меня голова уже немножко спухлая, так в комментариях напишу. Вот. Ну, таких примеров, как бы, были они, это не то, чтобы редкость. Бывают такие случаи, когда просто и то, и другое заверусило, оказалось крутое, и то, и другое, как бы, да, и все поехало. Лобутаны, например, те же, они же вообще, ну, они очень круто же звучат, когда вот... Но зашли все-таки они через видео, то есть, как бы, сама по себе, ну, это такая же смешная песня, как и все остальные шнуровы. Но так как у тебя сейчас, ты вспоминаешь эту песню, у тебя сразу же выстраивается видеоряд, ты не можешь его оторвать больше от этой песни. И поэтому она стрельнула, как ряд других песен у Ленинграда. То есть, они как раз яркий пример, когда вот за счет именно видеоработ, они как бы стали другим Ленинградом. Понимаешь, ты когда видишь такие работы, ты понимаешь, что, о, а тут ценник-то, наверное, у ребят уже на два нуля побольше стал вдруг внезапно. Ну, такое ощущение складывается. У промоутеров, как бы, получается никаких, никакого когнитивного диссонанса. Дорогая группа, дорогие клипы, дорогие концерты, дорогое все. Слушай, а еще такой вопрос про твой YouTube-канал. Ты его начал? Он, да, он понял, да. Да, и там буквально пять видео, потому что, ну, микрофонная мания про микрофонную мировую. Ты не поверишь, но у меня два видео еще снято, три, и я не хочу это монтировать. Почему? Не знаю, нет ни сил, ни желания. Я не знаю, почему. То есть, как-то запал-пропал, не особо интересно. Ну, главное же, чтобы было тебе интересно. Тут же, тут же наша тема довольно нишевая, когда ты выходишь на YouTube, ну, ты готов к тому, что это посмотрит немного народу, потому что потенциально очень узкий пласт людей потенциально смотрит, ну, то есть, понятно, что если говорить какую-то очень легкую тему, это посмотреть много, но как только ты сужаешь и углубляешься чуть-чуть в суть вещей, естественно, Я тебе скажу такую вещь. Грубо говоря, мне бы хотелось бы делать дальше, наверное, но тогда бы хотелось бы как что-то делать нереально интересное. То есть, если мы показываем про какие-то микрофоны, вот, допустим, микрофономания, да, мы берем эти микрофоны и делаем какой-то прям, ну, вот как мы делали с тем же, с теми же самыми Underground, когда мы весь концерт сделали ленточными микрофонами. Ну, для меня это был вызов, это было интересно, это получилось, в общем-то, да. И так же касается любых других техник, там, взять что-то, сделать так вот, как вот, ну, никто не делал. Как правило, это за собой несет финансовую сторону вопроса. Ты должен снять студию, ты должен позвать музыкантов, ты должен как-то состыковать все это время, ты должен взять нормальную камеру, потому что хреново, я сейчас теперь взять не могу. Вот. Короче, ты должен найти кучу времени, кучу людей и кучу сил для этого, и, видимо, я себя не могу пока переступить. Лучше я эти силы буду тратить пока на съемки, наверное, нежели, нежели на это. Но я к тому, что есть ли шанс на то, что... Ну, как минимум, то, что снято, я хотел бы выпустить, наверное, я все-таки, просто для одного из роликов там одно недоснято, для другого ролика там другое недоснято, а для одного ролика это снимали, ну, типа, друзья помогали, да, там уже сам оригинальный файл давно с жестким диском помер. Там была идея как раз по ленточным микрофонам, это был обзор баш. Вот, мы записали целый джазовый бэнд, ну, как трио, этими микрофонами только на CineLab и это сняли, это записали мы на ленту, то есть это реально сводили сразу же в маленьком пульте SSL, забыл, как он называется, что-то их сложит что-то там. С X, который нет? Нет, чуть более старое, но у них были такие, типа, блоками там по 8 каналов и пристегивались по 12 каналов, я забыл, как модель называется, и сразу же в нагру это записывалось. Вот это было интересно, да, но сам оригинальный файл, он как бы, его нет. Да, есть какой-то там с тайм-кодом, возможно, стоит хотя бы его выпустить, потому что это записано, это существует как бы. Не знаю, то есть вроде как интересно, а вроде как не хватает мне сил для того, чтобы все сразу потянуть. Тяжело. Хочется, жишь время как-то там на семью, как-то жить, я еще готовить люблю, например. О, круто. Правда, много лет не готовил, а тут сейчас приспичило. Да, спасибо большое, Саша. Нету? Было очень интересно. Спасибо большое. Вот так вот получился разговор с Александром Перфилевым. Напишите, пожалуйста, как вам Александр, напишите, пожалуйста, как вам Дарья в качестве ведущей, только, пожалуйста, держите себя немножко, пишите в рамках разумного. Вот, не знаю, я сидел рядом, получал абсолютно удовольствие, расслаблялся, потому что наконец-то снимается контент на мой канал, а я для этого практически не напрягаюсь. Просто супер, ребята, очень понравилось, хочу такую штуку дальше практиковать. Мне показалось, что Даша чуть более деликатная, чем я, чуть более осторожная. Ну, короче, не знаю, я прям это, словил невероятно классный вайп, надеюсь, что вы его тоже словили, поэтому пишите о своих впечатлениях и что там вы хотите написать в комментариях. А вот по экрану уже, я уже говорил, ничего не говорил, по экрану бегут волшебные бусте подписчики, они прямо сейчас начнут бежать, смотрите, какие прекрасные имена с прекрасными лицами прекрасных людей, которые поддерживают меня на 500, на 100 или на 1500 рублей. Если вы видите на таким же волшебным прекрасным бусте подписчиков, вы можете переходить по ссылочке в описании, что-то там нажимать, что-то там проходить, смотреть, там всякого, куча, много чего интересного. Можете покайфовать неистово некоторое время. Если вам интересны такие подкастики, вы можете пройти по, как называется, на этом плейлист, вы можете пройти к плейлисту здесь на ютубе и посмотреть большое количество других подкастов, которые здесь выходили, а здесь было большое количество ребятых подкастов. Уже штук, наверное, 15-20, наверное, уже есть. И с кем-то уже даже было по два раза. И с кем-то еще будет по два раза, ребята. Так что не отчаивайтесь, не унывайте. Все будет. И все будет классно. Будем, наверное, на это сворачиваться. В общем, если вам интересно, у меня есть и телеграм-канал, и ВКонтакте. Можете там перейти, подписаться, посмотреть, похихикать. Хороший шутер. Точись, увидимся. Адью, ребята. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok